МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Рефлекшнс он хистери. Играя сердцем. Лондонский таур был построен еще во времена Вильгельма Завоевателя. И за 9 столетий своего существования успел побывать и резиденции королей, и местом публичной казни. Здесь очень часто проводились именно публичные казни. А еще это самая знаменитая лондонская тюрьма. Более того, здесь даже зоопарк располагался когда-то. А сейчас это место паломничества туристов. Здесь туристам показывают зловещую башню, цитируют строки из Ричарда III и наверняка расскажут о чуме конца 16 века. Как все было во времена Шекспира. Театры «Глобус», «Блэкфраерс» и «Мутные воды Темзы». Все уже не так, все уже не то. Но ему наверняка нравилось. Он вообще в жизни был жадным на впечатление. Лондон, 1964 год. Это время, апрель, не самое лучшее. Но кто же выбирает день рождения? 400 лет великому английскому драматургу. И такое совпадение. В этом же году исполнилось 50 лет одному из участников советской делегации – Шакену Айманову. Однажды Шакен пришел ко мне после того, как прочел три книги жизнеописания Шекспира. Приволок и бухнул на стол все три фолианта. Вот это определило мое отношение к личной жизни Шекспира. Это во многом определило мое отношение к жизни вообще, торжественно объявил он. Гениальный был Петрович. Совершенно гениальный. Школа у него верная, правда. Жить нужно правильно на сцене с экрана. Это его самый главный кредо. Он блистал и ходил как король по сцене. То есть настолько у него пластичность бывает. Глава первая. И сделает для всех благое дело. Чем берет спектакль зрителя? Видимо, в первую очередь виноват в этом сам Шекспир. Шекспир написал пьесу «Укращение строптивой» в самый разгар эпидемии чумы. Айманов сыграл главную роль в ней же, тоже в нелегкое время. Подарить не то, чтобы забвение, радость жизни, подарить надежду. Алмата, война, все для фронта. А на сцене казахского театра – блистательная смесь. Италия, Англия и Айманов. В годы войны Рампа освещала спектакль. Полный света, шуток, бешеного темперамента и нежной человеческой теплоты. Забыть Петруччу Айманова нельзя. Это был настоящий мужчина. Это был победитель. Это был умный мастер своей жизни. Удивительно, прошло много лет. Многим есть, что вспомнить о том времени. А зачастую вспоминают Петруччу. Те ходили и говорили о спектакле «Укращение строптивой», который игрался казахским драматическим театром на казахском языке. Я заболела просто этим. И в казахский театр ходила много. Мне интересно было там собрать, какие актеры есть. Это очень, очень хороший, очень сильный театр был. Очень. Но начиналось все до войны. Шакин жил в Семипалатинске, учился на педагога, играл в самодеятельности. А было мне в этот далекий уж день 19 лет. И больше всего в жизни я хотел стать артистом. Я нигде не учился искусству, шутил Шакин. Оно схватило меня при помощи Мусрепова и Куанышпаева, заполонило мою душу, подняло на вершину. И поистине он сумел объять необъятное. От ярмарочной клоунады до шекспировских, философских глубин. В числе эвакуированных деятелей культуры в Алма-Ату прибыли знаменитые режиссеры театра Моссовета. Борис Бибиков, среди актеров просто Биб, с женой Ольгой Пыжовой. Люди, ставшие легендой и легенд делавшие. Именно они и поставили легендарный спектакль. Говорили о творческой природе казахских актеров близка драматургия Шекспира. Октябрь 43-го. Премьера «Укращение строптивой». На сцене темпераментный, буйный Петруччо Айманов. Итальянец? Нет, молодой казах. Да, перевоплощение полное, но все-таки казах. Потому что только казах может так изобразить всадника, лихо скачущего на мнимом коне, так играть в самделишной плеткой. Такое время взаимо, что ли, обогащающее, как и нас, актеров, общающихся с казахским народом. И казахский народ, который очень театральный, все театры были всегда переполнены, не смотря ни на что. И всегда очень доброжелательно и радушно встречали все спектакли. Я был сам свидетелем. Минимум декораций, максимум экспрессии. У Шекспира, который был и автором, и актером, и режиссером, на сцене тоже было декораций немного. Спектакль делают актеры, говорил Бибиков. И, цитата, учил жить ролью, а не кривляться. Требуется очень много знать тонкостей повседневной истории. Вплоть до тех же поклонов, вплоть до той же манеры сидеть, в той же манере вести себя, как в ту эпоху себя герои вели. Глава вторая. Когда же пламя с пламенем столкнутся? Он спросил, как тебе понравилась моя роль? Я сказал, ты взял биомеханикой, великолепным владением собой, тем, что тренирован, красив, что у тебя, как у леопарда, высокое, переливающееся тело. Алма-Ата, 1966 год. Последнее приготовление перед выходом на сцену. Вот уже в который раз. Еще несколько штрихов и серьга в левом ухе. Про знаменитого стратфордского барда известно мало. Но вот что Вильям на протяжении всей жизни носил серьгу, опять же, в левом ухе, большинство шекспироведов считают фактом почти доказанным. Многие критики, да и зрители уверены, что укращение строптивой до сих пор является самым удачным спектаклем из всех, что переводились на казахский язык. Еще бы! Шекспировский Петруччу заговорил по-казахски благодаря писателю Ауэзову. Честное слово, перевод Мухтара Мархановича Ауэзова доставляет мне не меньшее удовольствие, чем русский перевод. Играть его – это почти физическое наслаждение. И этот искрометный диалог, где два уже влюбленных человека затеяли извечную игру. Но разве может камера передать ту ауру, ту атмосферу, что царила во время спектакля? Мой приятель-москвич давно снял наушники синхронного перевода. Весь подался вперед. Но самое интересное – старуха. Эта бабуся шептала по-казахски весь шекспировский текст до того, как его произносили актеры. Многие зрители знают спектакли наизусть. И когда какой-нибудь артист собьется, зал дружно скандирует, выступая в роли коллективного суфлера. Биомеханика, о которой говорил Домбровский, была только в самом начале. Шакен не просто учился. Он буквально впитывал мир Шекспира. Искал параллели с миром своей души. Украшение строптивое. Где-то очень близко казахскому народу своей лукавой мудростью, вистошим юмором, жизнерадостностью. Колоссальным зарядом оптимизма. Хорошая жена приносит в Дом счастье. Эта истина верна для любого народа, для любой нации. Спектакль не сходил со сцены два десятилетия. И хорош был не только Айманов. Катарина – неподражаемая Хадиша Букеева. Калибекон и Шпаев просто блистал в, казалось бы, скучной роли отца девушек. Непревзойденные актеры ушедшей поры. Пришла Вера Морецкая. Я как-то вышел, папы не было. Вышел и оказался с дядем Шакена Аймановым. Прямо там, перед началом спектакля. Я на подходе, Шакенчик. Почему ты здесь разве не играешь? Он говорит, нет, сегодня я не играю. Сегодня будет играть Шахан Мусин. А Калибек, он тоже занят. Не играет. Будет играть другой дублер молодой. Ну, хоть Шольпан будет сегодня играть? Она будет. Ну, слава богу. Она, видимо, привела подружек своих из театра, где она работала, наверное, показать. Глава 3. Поверить невозможно, говорю вам. Большой старинного типа ключ, изготовленный из папье-маше. Весной 1964 года Шакен Айманов в составе советской делегации посетил Англию. За талантливое исполнение ролей в пьесах Вильяма Шекспира в торжественной обстановке ему был вручен символический ключ от города Бирмингем. Кто сказал, что лондонцы чопорные? Вообще, это такой же миф, как и лондонские туманы. Никакой лондонской чопорности и лондонских туманов уже давным-давно не существует. Это точно. Вспоминает, что зал буквально взорвался аплодисментами, так что ключ от города, где институт Шекспира располагается, Айманов получил поправу. Кстати, в Лондоне Шакен читал монолог Отелла по-казахски. Шекспиру все языки покорны. Кто видел Шакена Айманова в роли Отелла, тот, захочет он этого или нет, любого другого исполнителя этой роли будет мерить Аймановской меркой. Вот он, Отелла, появляется на сцене. Он потрясен изменой жены, единственного любимого человека, которому он доверял, которого не только любил, но и обожествлял. Это крушение не только любви, это крушение идеала, крушение жизни. А после Айманов опять сорвал аплодисменты. Совсем по другому поводу. Шакен в гостинице накормил английских друзей бешбармаком, причем заставив всех соблюсти казахский обычай – есть руками. Заставить чопорных англичан поесть бешбармак, именно по-бешбармакски, вот, руками, пятью пальцами. Ведь не у каждого это получилось бы, да, потому что это нужно было так объяснить этим людям, что вот целый народ, целые народы едят руками, и что в этом есть определенный смысл. Он как солнце, он как магнит такой всеобъемлющий, он притягивал к себе всех людей. Пожалуй, ты права, Шекспир, сильные чувства. За мной не играли, но неужели-то забыла. Он любил шумные застолья, веселую шутку, а самого Шакена любили в роли беззаботного Петручева, потому что чувствовали счастливое совпадение натур, героя и исполнителя, объяснял друг Айманова Лев Варшавский. Образ был настолько ярким, что получил новую жизнь в кино. В фильме «Наш милый доктор» Шакен и Хадиша играют самих себя. Репетицию шекспировской пьесы. Вот что, киска, тебе скажу я, киска, жизнь моя, прослышав, как тебе за красоту повсюду превозносят, и за кротость подвигнуть был посвататься к тебе. Эпилог. А я лет сто хочу прожить счастливо. И опять юбилей. Причем опять не один. 450 лет Шекспиру, 100 Айманову. Похоже, они и юбилеями навсегда связаны. «Мои шекспировские кровать, смуглая леди, королевский рескрипт» я, наверное, никогда не написал бы. Не будь Айманова с его домыслами, высказанными с большой искренностью, болью и вдохновением. Нужно было такое аймановское глубокое проникновение, чтобы почувствовать трагизм жизни великого актера и драматурга за сухими фактами его биографии. Шекспир – самая высокая вершина для актера, и он ее покорил. А сам всю жизнь оставался таким же смешливым, таким же тонко чувствующим, с остроптивым характером. Остроптиво не укротишь. «Не падай духом», – говорил он мне, «не огорчайся, не будь болваном. Сегодня не получилось, получится завтра. А вот если попадешь в тоску, потеряешь веру в себя, твой талант станет бесплодным, ничего родить не сможешь. Потому что быть творцом нерадостным, неуверенным – одна судорого с оглядкой». «Но-но-но, вы нас слишком не захваливаете. Мы артисты-люди далеко не безгрешные. Но в вопросах отзывчивости никому не уступят».